Всем привет! В этом видео я хочу сравнить производительность HTC 10 с Samsung Galaxy S7 Edge. На обоих аппаратах стоит последняя официальная прошивка. В случае Samsung это билд от 10 мая, номер сборки AP9. Для начала, наверное, перечислю технические характеристики, а потом уже перейдем непосредственно к сравнению. Откроем AIDA. В случае Samsung у нас чип Exynos, 8-ядерное решение. В случае HTC 10 у нас Qualcomm 820. Здесь у нас 4-ядерное решение. Первые два ядра работают на частоте 1,6 ГГц, вторые два на частоте 2,1 ГГц. В случае Samsung первые четыре 1,6 ГГц, как вы видите, и последние четыре у нас работают на частоте 2,6 ГГц. По оперативной памяти. В обоих смартфонах у нас стоит по 4 ГБ. В фоне у нас ничего нет. Открываем. Запущенные службы. В случае Samsung свободно 1,6 ГБ. В случае HTC 1,8 ГБ. К этому пункту мы еще вернемся после запуска различных приложений и их закрытия. Посмотрим, сколько останется свободным. Сравнивать мы будем скорость работы в интерфейсе и производительность в играх. Для начала, наверное, пару слов про синтетику и нагрев. Давайте начнем с Antutu. На холодном Samsung чуть больше набирает баллов. Отдельно можно посмотреть по каждому тесту. Но что здесь могу отметить? По производительности 3D чуть быстрее HTC. По процессору быстрее Samsung. По памяти немного быстрее HTC. Сразу запустил последующий тест. Как видите, оба смартфона просели по показаниям. В случае Samsung заметно упала производительность RAM и производительность процессора. Последующий тест. Здесь также просели баллы, но в случае HTC они просели не так заметно. Ну и четвертый тест. Чуть-чуть подросли баллы на Samsung. На HTC немного упали. В итоге по тестам Antutu, что я могу сказать? Оба смартфона теряют в производительности в зависимости от нагрева. Чуть быстрее Samsung. Более, наверное, производительность у нас получается HTC. Но при этом показания по баллам находятся приблизительно на одном и том же уровне. Чуть быстрее в графике HTC. Чуть быстрее по процессору Samsung. Пойдем дальше. Следующий тест у нас флеш-памяти. В случае Samsung, как можете наблюдать, скорость чтения заметно выше. 482 МБ в сравнении с HTC 261. По скорости записи немного быстрее Samsung. По скорости случайного чтения заметно быстрее Samsung. А вот по скорости случайной записи тут немного быстрее HTC. Также обратите внимание на тест производительности по обновлению записи в базу данных. Чем меньше у нас секунды, тем быстрее это все происходит. Тут заметно выигрывает HTC. Как видите, у нас более быстрая память на Samsung. Как будет у нас дело обстоять на практике, я вам продемонстрирую. Пойдем дальше. Дальше я протестировал графику GFX Bench. По двух смартфонах у нас одинаковое разрешение 2560 на 1440. В случае HTC у нас ускоритель Adreno 530. В случае Samsung у нас Mali-T880. По первому тесту немного быстрее HTC. По Manhattan 3.1 у нас показания совпадают. По Manhattan OpenGL 3.0 чуть-чуть быстрее HTC. Ну и по T-Rex буквально на 1 фпс быстрее HTC. То есть можно сказать по производительности графики аппараты сопоставимые. Но как будет на практике, я вам продемонстрирую. Следующий у нас прогон. Баллы у нас упали. Чуть сильнее упали на HTC. Как видите, T-Rex до 43 фпс. Но так по другим приблизительно то же самое осталось. Чуть быстрее в первом тесте HTC. Последующий прогон. Опять же немного сильнее упали на HTC. Разница заметнее на тесте T-Rex. В других тестах разница. Глаза не бросается. По тесту Geekbench в одноядерном чуть быстрее HTC. В многоядерном режиме, понятное дело, Samsung будет быстрее. Так как здесь 8 ядер, а здесь у нас всего 4. Последующий тест. Немножко возросли баллы на HTC. В случае Samsung на 100 баллов упало в многоядерном режиме. Еще раз последующий. Здесь опять же немножко понизились баллы на Samsung. На HTC в многоядерном упали. То есть по производительности процессора в одноядерном режиме они сопоставимы. Может быть чуть быстрее у нас HTC. А в случае многоядерного режима за счет большего количества ядер быстрее Samsung. На практике наибольшее значение имеет производительность в одноядерном режиме, если мы говорим про скорость работы в интерфейсе. По нагреву аппараты приблизительно одинаково нагреваются. Но из-за того, что здесь у нас стекло, а здесь металл, нагрев чувствуется сильнее металля. Но я измерил инфракрасным термометром и корпус HTC нагрелся всего лишь на 38 градусов. Несмотря на то, что нагрев я ощущал. То есть плюс металла, это то, что он быстрее выводит тепло. Но при этом по ощущениям он греется немножко сильнее. Подключены смартфоны к одной Wi-Fi сети. Давайте проверим, чтобы в фоне у нас ничего не было. Начнем с топотолка. Давайте откроем какую-нибудь тему. И потом в конце проверим, чтобы она у нас была в памяти. Откроем вот эту вот тему. Отлично. Следующая YouTube. Здесь еще на скорость запуска влияет скорость интернет-соединения. Нажмем паузу. Твиттер. Откроем профиль. И откроем какое-нибудь сообщение. Опять же, чтобы проверить, что оно не выгрузилось. Следующая Instagram. Ну, как видите, оба смартфона приблизительно с одинаковой скоростью все запускают. Следующая, давайте откроем 4ПДА. Ну, и обсуждение HTC. К первому сообщению. Ну, и, конечно, мы откроем браузер. Давайте посмотрим, что у нас в фоне. Это поток. YouTube. Twitter. Ну, пока ничего у нас не выгружается. Ну, то есть, по скорости запуска приложения, как могли видеть, плюс-минус одинаково смартфоны работают. Может быть, даже чуть быстрее анимация будет на HTC. Вот если мы переходим в Chrome. Чуть-чуть быстрее анимация на HTC. Теперь давайте запустим игрушку. Unkillit. Забегая вперед, могу сказать, что Samsung в этом тесте будет быстрее. Опять же, за счет быстрой флеш-памяти. То есть, на практике быстрая флеш-память дает прирост... Если мы будем запускать какое-нибудь тяжелое приложение, в случае обычных приложений, производительность будет сопоставима. Ну, видите, Samsung в этом тесте заметно быстрее был. Ну, давайте еще какую-нибудь игрушку запустим. Request Racing. Здесь, опять же, быстрее Samsung. Ну, давайте проверим, что у нас с Twitter. Все в фоне. Топоток. YouTube. Браузер. Видите, немножко притормаживает Samsung. Так он работает быстро, но когда мы его начинаем нагружать различными приложениями, все запускаем, лучше с этим справляется все-таки HTC. Все у нас хорошо. Play Market. И погибает. Четыре PDA. Ну, и проверим. Отлично. Request Racing. Все отлично. давайте еще запустим какую-нибудь игрушку например война роботов здесь опять же по скорости запуска вырывается Samsung за счет быстрой флеш памяти а теперь проверяем браузер браузер у нас все хорошо топотолк Samsung вылетел Twitter как видите дольше запускают Samsung, но при этом приложение не вылетело Instagram опять же дольше у нас Samsung запускает 4pda дольше Samsung YouTube ну и посмотрим Ankelet Ankelet у нас вылетел безусловно на практике вы не будете в фоне запускать столько приложений но это просто чтобы показать кто лучше справляется с памятью повторюсь на обоих устройствах у нас 4 гигабайта Reclase Racing да Samsung у нас вылетел вылетел Chrome хром фон арена белый лист давайте мы закроем все приложения и как я вам обещал мы зайдем в настройки и посмотрим сколько у нас доступно стало свободно HTC 2 гигабайта а Samsung у нас 1.4 гигабайта то есть в принципе со временем Samsung либо все это дело кэширует но при этом все равно приложение как могли видеть не быстро запускаются повторно память куда-то у нас утекает система 1.6 здесь 1.3 в HTC с памятью все у нас хорошо закрываем итог по скорости работы в интерфейсе на практике по скорости запуска различных приложений аппараты сопоставимые по скорости может быть чуть быстрее HTC за счет более быстрой анимации повторный запуск приложений если их запущено в фоне много приводит к тому что на HTC приложения открываются быстрее Samsung с небольшим запозданием ну и больше вероятность что приложение в фоне выгрузится в случае Samsung если мы будем запускать несколько игрушек по скорости в интерфейсе безусловно плюс у Samsung в плане скорости запуска тяжелых приложений в частности игрушек как могли видеть он запускает быстрее за счет флеш памяти давайте мы проверим еще скроу в Google Plus обновим так давайте перейдем играм специально всю ночь их тестировал тестировал в GameBench чтобы можно было оценить наглядно значение FPS игрушек у нас было 5 штук Asphalt, Reclass Racing Unkiller танчики и война роботов перед началом непосредственного сравнения хочу отметить пару нюансов связанных с Samsung на старте продаж данного смартфона игры шли крайне плохо это касалось и Asphalt там было очень плохое разрешение Reclass Racing он заметно тормозил но после обновления данных игрушек все стало заметно лучше на Samsung также положительно сказалось наверное еще свежая прошивка но на момент обзора что мы имеем по производительности в случае Asphalt 8 среднее значение на HTC 10 как можете видеть 32 FPS на Samsung 30 при этом ограничение по FPS на Samsung 30 стабильность превосходна то есть данной игрушке у нас всегда стабильно 30 FPS редко когда 29-28 опускается в случае HTC у нас стабильность 75 но это связано с тем что у нас нет ограничений в 30 FPS как видите FPS у нас разбросан но могу отметить что немножко меньше FPS у нас на HTC 10 в этой игре здесь у нас где-то было и 26 и 24 Samsung чаще всего 28 30 по качеству графики смартфона сопоставимы то есть на обоих смартфонах родное разрешение здесь как ни странно вот в этой игрушке чуть лучше себя показал Samsung следующая игрушка Reclass Racing здесь у нас следующая на HTC средняя 57 стабильность 88 на Samsung у нас стабильность похуже 79 но и по FPS как можете видеть у нас лучше всего HTC 10 в случае Samsung у нас FPS проседает то 40 то до 50 доходит по ощущениям именно в игре по плавности HTC лучше следующая игрушка Unkillet здесь у нас среднее значение FPS на HTC 25 на Samsung повыше 32 стабильность у нас 71 а вот стабильность на HTC повыше 81 давайте посмотрим более детально как видите что и на Samsung иногда FPS проседает до 20 22 что и на HTC у нас также есть проседания 22 21 ну наверное можно сказать чуть-чуть быстрее в этом тесте у нас Samsung но показания у нас очень-очень схожи следующий тест танчики здесь к сожалению ни новая прошивка ни новая версия игры не помогла Samsung и есть заметные проседания по среднему FPS в случае HTC у нас 57 при этом стабильность у нас 95 а в случае Samsung несмотря на то что 39 средний FPS а стабильность у нас вообще 34 HTC у нас практически всегда 60 FPS редко когда до 50 проседает играть очень комфортно а в случае Samsung к сожалению играть некомфортно потому что FPS у нас заметно гуляет возможно позже выйдет обновление данной игрушки и она будет оптимизирована под Mali 880 но по факту играть в танчики на максимальной графике на Samsung некомфортно потому что FPS у нас постоянно гуляет то 20 то может быть вообще у нас 55 резкие проседания и они заметны для глаз в этом тесте победил у нас HTC следующее следующее у нас война роботов здесь у нас ограничение 30 FPS в случае HTC 25 в случае Samsung 26 смотрим стабильность стабильность выше на HTC то есть меньше проседает FPS открываем здесь у нас поначалу все совпадает потом Samsung видимо начинает нагреваться и FPS как видите начинает сильнее проседать 24 ну то есть по играм у нас получается довольно таки интересная ситуация за счет оптимизации как со стороны разработчиков игры так и со стороны Samsung показания в игрушках подросли и это заметно особенно на реклесс рейсинге так могу отметить в некоторых игрушках чуть шустрее Samsung в других HTC и в случае танчиков на Samsung все до сих пор не очень хорошо в случае HTC у нас идет все очень и очень классно но все же предпочтение в играх я отдам HTC потому что уже на старте продаж игрушки у нас так заметно не притормаживают в случае в случае Samsung нужно ждать оптимизацию игр под Mali давайте я подведу итог по моим ощущениям скорости работы в интерфейсе чуть быстрее HTC лучше работает по памяти быстрее игрушки запускает Samsung в самих играх плюс-минус одинаково где-то быстрее Samsung где-то быстрее HTC но в случае если вы любитель танчиков то лучше брать смартфон на процессоре Qualcomm там более стабильный FPS все всем спасибо за внимание это было сравнение производительности HTC 10 и Samsung Galaxy S7 Edge